Приветствуем всех в студии Дигитарк. Сегодня у нас в гостях Олеся Ротарь, которая нам расскажет о том, что же интересного нас ожидает на фестивале Talent Music Week. Здравствуй, Олеся. Добрый день. В 11 раз в этом году проводится фестиваль, невероятно, кажется, как вчера. Чем он будет отличаться от предыдущих? В этом году это более компактное мероприятие, потому что мы не хотим, чтобы у людей было чувство, что они что-то пропустят, что-то не успеют, какой-то стресс или паника. Поэтому в этом году чуть меньше выступающих, их будет около 170. К примеру, в прошлом году их было 250. И 10 площадок будет расположено в одном районе, Пухья-Таллин, а именно в творческом городке Теллискиве, в квартале на Блеснера и в новом здании Эстонской художественной академии. А в принципе, все остальное остается прежним. Ну вот по поводу фестиваля, он захватывает не только музыкальную часть, хотя, конечно, он называется Music Week, но это все-таки фестиваль городской культуры. Там еда и дизайн. Какие такие интересные фишечки в этом году? Будет организовано несколько экскурсий по Теллискиве. И один из них будет о стрит-арт-искусстве. Сейчас нам кажется, что район Теллискиве всегда был таким красивым, веселым. Там была жизнь. На самом деле нет. Я прекрасно помню, когда там были серые стены, там еще работал мой папа когда-то. А теперь там очень много стрит-арта. Что же это, кто это делал, об этом расскажет экскурсовод, который специализируется на граффити. И еще будет один тур по студиям дизайнеров, которые очень заботятся об окружающей среде и устойчивом развитии нашего общества. Этот тур будет организован Центром эстонского дизайна. И, конечно, будет организован Таллиннский четверг. Это тур по около 10 галереям в Таллине, где гостей будут ждать художники и кураторы выставок, чтобы рассказать, показать, что у них происходит. Это, конечно, очень интересно, но все-таки основной такой, основной, что ли, гвоздь, вокруг которого строится программа, это музыка. Вот чем тут удивить? Я слышала, что в этом году будет прямо целая славянская волна исполнителей. Ну, из России у нас всегда очень много исполнителей, потому что Таллинн Мюзиквик славится тем, что он совмещает сразу много-много культур. И представлены восток, и запад, и север. В этом году 72 исполнителя будет из Эстонии, 15 из России. Если волнуют славяне, то из Белоруссии около пяти. Белорусы у нас тоже всегда представлены, и украинцы будут. Много всех будет. Если вы имеете в виду, на кого больше обратить внимание, то все зависит от стиля музыки, который вам интересен. И проще всего настроиться на фестивальную волну, это зайти на нашу страничку tmw.ee. Там есть описание всех артистов на русском языке. Можно выбрать по стране или по жанрам. Если вы новичок в этом деле, то, наверное, стоит начать с таких более классических жанров. Там есть и классика, например, приедет из России Кирилл Рихтер, это представитель минимализма. Это человек, кстати, который написал основную мелодию к чемпионату мира по футболу. Но у него замечательное творчество, его рекомендуют очень многие эксперты. Я о нем слышала еще и год назад, и замечательно, что он приезжает в Нотари Мюзик Вик. Приедут россияне, живущие в Лос-Анджелесе, группа Pompeii. Они играют New Wave, и они фанаты 80-х. И делают это очень качественно, с душой. И это одна из немногих российских групп, которая действительно зацепилась на Западе и очень там востребована. Из Украины к нам приедет Алена Алена, воспитательница детского сада, которая взорвала интернет своими рэп-композициями. Но я думаю, что будет нечестно мне назвать здесь несколько имен, учитывая, что у нас их 170. И поэтому я очень рекомендую зайти на страницу и самим послушать и посмотреть, кто интересует. Да, это очень удобная функция, что можно сложить себе представление о том, на кого идти. И, кстати говоря, о том, на кого идти. Всегда была возможность купить билеты на отдельные мероприятия или такой фестивальный абонемент. Все то же самое действует и в этом году? Да, конечно. Абонемент дает право посетить концерт, который будет в течение трех дней. Массу впечатлений можно получить. Но если нету столько времени или интересует конкретная какая-то сцена, то можно купить именно билет на эту сцену, который тоже довольно за небольшие деньги можно увидеть пять, шесть, семь исполнительных за один вечер. По поводу сцен. Я слышала, что будет уникальная сцена Station Narva. В чем ее такая особенность? Station Narva всегда предлагает очень яркую подборку из музыкантов и совмещает, как Italian Music Week, восток, запад, север. И жанры там будут самые разные. От нойз-рока до нью-вейва и фьючер-бейс. То есть, наверное, если вы новичок в нашей фестивальной жизни, можно просто пойти на эту сцену и увидеть очень-очень хороших исполнителей мирового уровня из России, классиков эстонского панка, психотеррор, которые каждый концерт играют как последний, также британцев, местных молодых исполнителей. Station Narva всегда очень ярко и смело. И как раз-таки на этой сцене выступает и Помпея, о которых я раньше говорила. А также из Берлина приедет квир-коллектив, такое своеобразное кабаре, садо-опера. Они русские, но живут в Германии. И славятся тем, что они совмещают серьезные политические акции с безудержным весельем. Звучит заманчиво. Я думаю, что это хорошая характеристика также для сцены Station Narva. Да, это прекрасная характеристика. Каждый год вы проводите еще и конференцию. Какая тема или какие темы будут волновать выступающих на конференции? Основная тема конференции – это то, как культура влияет на экономические процессы, на самом деле запускает их. Например, одна из основных спикеров конференции – это женщина, которая перезапустила культурные процессы в Хельсинки. И, по сути, теперь там скорее культура руководит экономикой, а не наоборот. Также отдельная программа будет посвящена музыке в кино. Например, приедет такой музыкант, композитор, сценарист, режиссер, много кто. Берри Адамсон, который писал музыку в том числе для фильмов Дэвида Линча, Оливера Стоуна, который играл в первой группе Ника Кеева и так далее. И таких легендарных людей в программе очень-очень много. Спасибо, Олеся. Хочу всех пригласить на фестиваль Talent Music Week. Тем более, что для клиентов Телия действует скидка 20% на билеты. Осталось только зайти на сайт, купить билет и получать массу удовольствия на фестивале, который произойдет, случится в конце марта этого года. Приглашаем всех. А следующая передача «Дигитарк» уже на следующей неделе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...